Приветствую всех зрителей. Снова разговор о пенсиях. Нам придется работать так долго, что и умрем мы на рабочих местах. Так в 2017 году сказал Мартинш Казакс, бывший экономист Светбанк, а ныне президент Банка Латвии. Сказал он это, конечно же, образно, комментируя перспективы нашей пенсионной системы в будущем. По словам Казакса, главная причина – это, конечно, демография. Все будут вынуждены работать, потому что мы просто живем дольше. Поэтому надо создавать такую систему, при которой каждый житель Латвии будет востребован на рынке труда как можно дольше. Так сказал Мартинш Казакс. О том, что демография в Латвии, мягко скажем, страдает и в будущем будет страдать еще больше, мы уже об этом говорили в предыдущих блогах. Но это не только латвийские реалии. Так происходит во всей Европе. И естественно, что неизбежно встает вопрос о повышении возраста выхода на пенсию. Не так давно президент Франции Эммануэль Макрон предложил повысить возраст. Пенсионный возраст 62 до 64 лет. И обосновал это так, что в противном случае государственную пенсионную систему ждет настоящий крах. Ранее в стране прошли демонстрации и протесты против этой реформы. И следующая демонстрация назначена на 7 марта. Что происходит? Французы категорически против. Вот видно, как они бастуют. Никто не хочет работать дольше. Как сейчас дела обстоят с возрастом выхода на пенсию в странах ЕС? В Латвии, как известно, вот мы видим этот график, идет постепенное повышение, увеличение возраста выхода на пенсию. Который завершится в 25 году и возраст выхода на пенсию для всех составит 65 лет. В странах ЕС функционирование пенсионных систем сильно различается. В зависимости от страны для расчета пенсионного возраста используются различные критерии. Например, в зависимости от количества рожденных детей. Или в зависимости от продолжительности жизни. Или даже от пола. Например, в Болгарии, Румынии, Словакии, Польше, Литве и Австрии женщины могут выходить на пенсию раньше мужчин. Но везде идут одинаковые тенденции. Рост пенсионного возраста до 65 или даже до 67 лет. Бельгия. Приведу несколько примеров. В настоящее время возраст выхода на пенсию 65 лет, но постепенно он будет увеличен до 67 лет для тех, кто выйдет на пенсию после 2030 года. Кипр. В настоящее время женщины и мужчины выходят на пенсию в 65 лет. Но пенсионный возраст будет пересматриваться каждые 5 лет, начиная с 2024 года в соответствии с динамикой продолжительности жизни в стране. Из Ирландии 66 лет уже как для мужчин, так и для женщин. Польша 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Словакия 64 года для всех. При этом многие факторы позволяют в этой стране, в Словакии, снизить возраст выхода на пенсию. Например, пол, количество детей, средняя продолжительность жизни. Ну, в общем, примеров очень много. Везде пенсионные системы немножко отличаются. Но, если говорить в среднем, то средний возраст выхода на пенсию в странах ЕС составляет примерно 65 лет. Кажется, что это вообще-то предел. Но нам постоянно говорят, что наша пенсионная система в опасности. Что она через 20 лет просто не выдержит своего бремени. В чем же причина? Все очень просто. Пенсионная система в Латвии солидарна. А это означает, что средний размер пенсии по старости определяется соотношением работников, за которых работодатели отчисляют страховые взносы. И пенсионеров, которым назначены выплаты по старости из государственного бюджета. Первых с каждым годом становится все меньше, а вторых все больше. Вот прекрасный график, который это показывает. График принадлежит агентству Евростат. Верхняя линия – это количество трудоспособного населения. Латвия обозначена красным пунктиром. И снизу число пенсионеров. Эти две линии постоянно к друг другу приближаются. Что же делать? Главный вопрос. Волшебных рецептов тут нет. Либо это снижение пенсии, то есть по фактическому числу. То есть мы будем просто получать маленькие пенсии. Либо это повышение налогов, чтобы пенсионерам всем хватило. Либо это повышение пенсионного возраста. Вот откуда эта знаменитая фраза про то, что мы все умрем за рабочим столом. Давайте посмотрим, насколько же реально в наших условиях повысить пенсионный возраст. Скажем, до 67-68 лет. Есть еще один показатель. Насколько человек после выхода на пенсию остается здоровым, а значит трудоспособным. Вот этот график, он прекрасно показывает, можем ли мы на самом деле работать до 70 или, скажем, до 75 лет. Этот график показывает, как долго мы остаемся здоровыми, а значит трудоспособными, если мы выйдем на пенсию в 65 лет. Мы видим красным Латвия с конца вторая. И этот показатель у нас очень низкий, всего 5 лет. То есть 5 лет после выхода на пенсию мы еще можем работать. Давайте послушаем мнение экономиста Банка Латвии Олега Ткачева, который провел исследование о пенсионной системе Латвии. В Латвии, во-первых, продолжительность жизни отличается. В сравнении с другими странами мы находимся в конце таблицы. Достигая возраста 65 лет, средняя латвийская женщина еще живет 19,4 года. Например, средняя французская женщина еще живет почти 24. У мужчин разница между 14,4 года в Латвии и 19,8 года во Франции. 70-75% этих лет, которые люди еще живут, достигая 65 лет, они проводятся определенными проблемами со здоровьем, которые мешают для их повседневной активности. Около 5 лет, то есть до примерно 70 лет они еще в хорошем состоянии находятся. И если мы сравниваем этот показатель с другими странами, то, как напомню, для Латвии это 70-75%, когда люди живут с плохим состоянием здоровья. Но в той же Франции это 47-50. У нас 47 у мужчин, 50 у женщин. Почему эта статистика вообще важна, для чего мы ее обсуждаем? Это имеет определенные ограничения на повышение пенсионного возраста, который мы тоже упоминали, как один из возможных вариантов увеличения в пенсии в будущем. Но в связи с такой печальной статистикой возникают проблемы, потому что если человек выходит на пенсию условно в 70 лет, но он в этом возрасте между 65 и 70 уже не может работать по состоянию здоровья, то государство будет ему вынуждено попозже выплачивать пенсию по инвалидности, когда никакой особой экономии для бюджета мы не увидим. Особой экономии для бюджета нет, но и самое главное, если человек постоянно болеет, то работодателю придется оплачивать его больничный. И тоже нет никакого эффекта. То есть, делаю я вывод, эффекта от повышения пенсионного возраста вот при такой статистике в Латвии не будет. Люди просто не будут работать. А если они не могут работать, то, конечно же, откуда им взяться сил для того, чтобы на пенсии еще работать в полный рабочий день. Что же остается? Например, как в других странах рассчитывать пенсионный возраст в зависимости от количества детей? Тут все кажется логичным. Чем больше ты родил налогоплательщиков, тем раньше тебе положены социальные блага. И такая система у нас, вроде бы, даже есть, не все об этом знают, но она очень несовершенная. Комментирует эксперт по социальным вопросам конфедерации работодателей Петерис Лейшканс. Значит, у нас получается так, что если кто-то воспользуется этим правом, тогда его пенсии будет меньше. Почему? Потому что если короче срок стажа, если стаж короче, значит, обычно есть капитал собранный меньше, чем если бы человек продолжал еще пять лет работать. И второй фактор, что у нас пенсия высчитывается, как собранный пенсионный капитал разделяется на предусматриваемый период получения пенсии. И если в общем случае это есть около 19 лет, тогда если человек воспользуется правом уйти на пенсию на пять лет раньше, значит, у него будет уже этот период 23 или 24 года. И значит, если мы пенсионный капитал делим на цифру, которая больше, значит, сама пенсия получается меньше. То есть о чем сказал господин Лейшканс? О том, что если семья или мать имеет пятерых детей, то она по законодательству Латвии имеет право выйти на пенсию на пять лет раньше. Но, как объяснил наш эксперт, делать это ей совершенно невыгодно. И еще вариант, о котором часто говорят эксперты, и, скорее всего, Латвия рано или поздно к этому придет. Это расчет выхода на пенсию в зависимости от продолжительности жизни в стране. Чем выше статистически продолжительность жизни в стране, тем выше и пенсионный возраст. Но правильно ли эти две вещи связывать? Давайте выслушаем еще одно мнение. Это очень правильно, по своей сути, потому что, ну, я уже говорил, у нас действует система пенсионного капитала. Значит, если продолжительность жизни увеличивается, значит, у нас, если мы не следуем этим цифрам, значит, у нас может получаться, что пенсии будет просто меньше. И что у нас в Латвии есть очень большая проблема, что у нас в Латвии из-за очень плохой демографической политики 90-х годов и позже, у нас есть очень мало молодых людей, которые на данный момент вступают в рабочий рынок. У нас получается система, что каждый год из рабочего рынка выходит вдвое больше людей, чем вступает на рабочий рынок. И это, конечно, в конце концов может вызвать необходимость еще думать о изменении пенсионного возраста. Как мы видим, все идет к тому, что работать мы будем долго. Конечно, те, кто может работать по состоянию здоровья. И в заключении, может быть, вас утешит эта информация. Работу ученые назвали залогом долгой жизни. Мол, работа стимулирует наши жизненные силы. И на этом, кстати, спасибо. А если серьезно, то стоит выбирать профессию, в которой можно работать и после выхода на пенсию. Хотя бы на полставки. Потому что даже если нас не заставят работать принудительно, повысив пенсионный возраст, многие будут делать это, конечно же, добровольно. Просто ради того, чтобы на пенсии не приходилось сводить концы с концами. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok